всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут маша и это видео про покупки я торжественно приветствую особенно всех тех любителей indetex и h&m которые сейчас лишились возможности что-то покупать в российской федерации как вы поняли из названия сегодня речь пройдет про два сервиса а также про покупки покажу что взяла естественно с примеркой информацию которую вы сможете получить по ссылкам либо по артикулам вы найдете в инфобоксе также там все мои обмеры я думаю это видео будет достаточно полезным информативным я постараюсь вас не сильно грузить информацией давайте приступать давайте начнем тогда с сайта азора который на самом деле существует очень давно я про него и не знал потому что просто не пользовался этим сервисом но насколько знаю многие многие очень любят азора это насколько знаю сайт с португальским складом и раньше многие заказывали оттуда zara simiduti и это все было дешевле чем если покупать в москве ну вообще в россии расскажу вам вкратце как происходит вообще покупка если у вас нет виза или мастер-карты на странного банка не российского нужно завести себе крипто кошелек мне до этого его не было и вообще принципе мне было очень сложно с этим разобраться хотя я вроде как человек недалек недалеки от финансов но все равно для меня это было просто это нонсенс что где когда как-то происходит я скачала себе приложение напишу как и называется в принципе вы можете любое другое но я исходила из рекомендации назор я создала себе крипто кошелек мне понадобилось пару дней чтобы пройти аутентификацию на самом сайте тире приложение и так далее туда необходимо нести очень много разных своих данных но я хочу сказать что вот пару дней не зайдешь приложение тебя выбрасывают и тебя опять нужно заходить на в приложении с паролем с разными кодами то есть в принципе можно сказать что защита на хорошем уровне параллельно с этим на сайте озора я создала естественно аккаунт я выбрала те вещи которые мне нужны я решил попробовать с очень дымом но это даже не проба конечно это те вещи которые мне понравились я хотела взять и вот так в общем-то сложилось я прикрепляю фото ссылку артикул цвет все это прикрепляете и отправляйте свой заказ на дальнейшую обработку после этого вам приходит отбивка от озора что вот вы можете оплачивать свой заказ и дальше как на мой взгляд самое интересное вам необходимо пополнить кошелек озора кстати говоря если вы его пополняете а заказ потом ну каким-то образом не удается оплатить выкупить то деньги не возвращается вам на счет они возвращаются исключительно на кошелек озора вы нажимаете кнопку пополнить там выбираете карту карта не работает можете не пытаться выбирайте криптовалюта и дальше у вас будет еще кстати инструкция назора по тому как оплатить но на мой взгляд она вообще мне не очень помогла после этого вас перебрасывают посылки на сайт с qr-кодом который можно с помощью приложения навести то если у вас приложение с вашим крипто кошельком и там якобы все там автоматически всплывет для оплаты у меня такого не произошло поэтому я все вбивала на сайте туда сюда приносила и вот тут самое интересное было потому что я не могла понять почему у меня не проходит оплата как это вообще сделать потому что вроде как все я пополнила потом мне присылает озора что вот еще нужно оплатить комиссию она какая-то очень небольшая но крипто кошелек говорит мы такую маленькую сумму не можем ну как бы не можем сделать транзакцию тогда вопрос и я честно говоря это делала в рулящем сознании поэтому сразу не сообразила я просто пополнила приписывала эту комиссию к сумме к итоговой сумме и все перебросила на кошелек только после этого только после этого все вроде сложилось оставшись сумма вернулась который ну скажем так не нужна без комиссии она вернулась мне на крипто кошелек и пополнился кошелек азоры вообще это было очень сложно и на мой взгляд вот прям не разобраться просто так у кого получилось легко вы молодцы мне кажется большинство получится это все с трудом но и после этого вы соответственно оплачиваете свой заказ и счастливо ждете есть нюанс я свой заказ от h&m делала 16 мая по выкупили точнее он попал на склад через три недели насколько я помню то есть прям уже три недели прошло и вот на следующий день выкупился после этого была доставка доставка была в россии забрала я с почты по моему 3 июля а 1 июля пришло на почту то считаете полтора месяца это реально долго я не уверена что я захочу еще что-то купить с озора только если там только у них будет такая возможность что-то там доставить но честно говоря это прям ну нереально я уже думаю господи это вообще одежда на ко мне придет я ее увижу с чувством выполненного долго я соответственно перехожу к покупкам первое что на мне это платье все все следующие три покупки это h&m это платье белое и хлопковое артикул оставлю я знаю что его много где уже нет в каких-то магазинах каких-то странах ну потому что я его принципе когда заказывала показала что я заказываю естественно но на мне этого естественно вы увидели аж через полтора месяца мне нравится это платье она в размере l и она такой простое как я люблю такое супер оверсайз силуэт вот чем я люблю тенден и никто пока не может заменить его этим это вот таким простыми вещами которые знаете сами по себе выглядит неплохо собственно хлопок такой тонкий но знаете он не особенно просвечивает на это за счет того что он она очень объемная то есть если по нам сидела больше по фигуре то наверное можно было увидеть чуть-чуть белье просвечивающие ну наверное не критично возможно я бы взяла бы его чуть меньше но как бы что делать вещи которые пришли они знаете вот на плече допустим у меня есть ряд ниток которые видно да то есть я как от них избавиться не знаю их вроде не особенно видно не особенно заметно но как бы я знаю что это есть где-то здесь у меня я видела шов уже чуть-чуть расходится есть надо будет подшивать но опять-таки это незначительные нюансы в былые времена я бы может быть это платье бы сдала или обменяла бы на такое же то есть что-то такое предприняла скажем так конечно сам материал хлопок приятный легкий вообще кстати в этом платье абсолютно не жарко и в нем жару ходила единственное что как и любой хлопок в чендеме он очень мнется но тут уже саляви мне кажется это такое очень повседневное классное платье следующий лот который я хочу показать это льняные шорты хотел сказать и чендем но как бы вы и так поняли это чем дем плюс это размер excel я на самом деле когда брала хотела другие шорты но они везде быстро заканчивались тоже льняные тоже бермуды мне хотелось им на длина что было по колено они были такие не облегающие и на фото в чем деми в магазине я видела что на модели самой они прям в обтяг это было блины и линейка плюс айс и оставалось как раз размер или не было собственно говоря мы даже успели ушить до этого видео шорты и их думаю уже прекрасно ношу пока это видео выходит кстати качество льна приятно очень тонкий лен но мягкий уши вала где-то наверное сантиметров 8 в талии если не действие но опять-таки мы составили чуть-чуть небольшой зазор знаете чтобы они не были прям вот притык в талии я специально попросила швью чтобы она все-таки оставила небольшой зазор если захочу какую-то по объем не вещи добавить и рубашку допустим заправить или еще что-то бедрах номер не убирали поэтому они как раз сидят так как мне кажется идеально третий лот из-за чиндема это такая джинсовая куртка тонкая джинсовая куртка хотела кстати говоря и на такую знаете она не черная она скорее темно-серая и мне очень нравится такой цвет я здесь два накладных кармана здесь не обработаны внизу край и за счет того что он еще такой знаете новый то можно еще самой подрать немножечко чтобы он больше ободрался и был такой прям самое 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 то и как я говорила немножечко в общем на двух вещах у меня какие-то косяки здесь заводские швы не убраны и я их пыталась как-то так поддеть чтобы убрать мне кстати говоря это не совсем вышло поэтому в общем тут надо заняться знаете есть с ножничками и все это сделать но я оставила чтобы вам показать чтобы у вас тоже не было представление что вот вещь приходит она не обязательно идеально но так как возврата нет продавать я точно не хочу потому что я в остальном эта вещь меня устраивает то я ее соответственно буду в рукопашную доделать размер l и она такая да свободная но вы знаете она наверное размер в размер то есть она так и должна сидеть как вот на мне сидит были другие оттенки мне чем нравится такой цвет что он хорошо смотрится из допустим с молочными какими-то джинсами и синими джинсами то есть в принципе такая достаточно универсальная вещь и и перейдем к второму сервису которым я воспользовался сервис шопа там я надеюсь я там ставлю ударение на садили я случайно увидела у кого-то в рекомендациях так ссылку на этот сайт так бы никогда в жизни бы наверное его не нашла я зашла посмотрела вроде все понятно такой интерфейс конечно не как у азора за ручка красивый такой интерфейс но при этом там до свои мягко говоря нюансы а уж а чтобы там все такое очень простое можете платить российской картой тогда все по занавесе идем туда во вторых ко мне пришла покупка быстрее там я сделал такой пробный заказ но опять-таки заказал то что мне нравится и вышла там по моему с доставкой с выкупом как-то чуть-чуть дороже чем в азор азор все-таки дешевле именно по доставке все было просто же ссылку артикул все это добавляешь скидываешь и они тебе пишут могут они выкупить твой заказ или нет а тут ты можешь выбрать с немецкого с американского с английского сайт то есть он как-то выбор побольше пришел на склад они мне сфоткали реально вот типа ваш заказ они правда вы вытащили все из заводской упаковки как я поняла и положили в свою но как бы ладно ну просто я бы сейчас предпочла чтобы не обратно в слофан бы запихнули и дальше бы отправили но это тоже никаких претензий потому что там например этикетка сохранил все было нормально 17 мая сделала заказ на шопот там и пришел мне заказ намного раньше чем озора я сейчас боюсь не вспомню точную дату что напишу но в любом случае это было знаете в рамках там месяц вы наверное все уже видели в нашей запрещенной сети это платье кос который я ждала в размере 44 обычно я в коз беру 42 но иногда 44 и мне все такое достаточно оверсайз но у них есть действительно вещи по фигуре это платье конкретно она была по фигуре знаете очень туго села в талии я даже расстроилась потому что хотела чтобы она выглядела скажем так иначе но моя дорогая подписчица мне подсказала чтобы я расшила парочку троечку сколько мне надо вот этих складок то что они легко расшивается прогладила и типа дырочек не будет у нее тоже самое было такая же проблема как у меня и она вот так сделала я собственно говоря на спине распорола по две складочки с каждой стороны прогладила и все прекрасно отлично села больше наверно не надо в талии отпускать что уже такая немножко свободно но мне кажется что вообще платье отлично села она очень классная легкая приятная не просвечивает здесь на рукавах есть такие резинки которые держат рукав на месте вот в них кстати говоря немножечко жарковато в какой-то степени вот именно этих резинках как-то неудобно мы их можно было и не делать но в целом это платье вызывает у меня на самом деле восторг потому что она такой знаете и минималистичное и стильное и классное если у меня спросите аналог ну очень похожих платьев наверное много но именно чтобы она была вот с такими складками чтобы она вот такой было по ощущениям да потому что она из очень приятного материала путь это и моду но очень класс тут в основном моду и хлопок очень классно платье прям мне кажется очень сильно смотрится знаете особенно загорелой кожей черное золото и загарок мне кажется всегда очень так изысканно летом смотрится у них и и и и и и на этом все хочется подвести итог итог такой что в принципе вы можете найти какого-нибудь байер многие на этом сейчас зарабатывает кого-то конкретного не могу советовать тоже не через кого сама не пробовала но на самом деле найти несложно просто достаточно отзывы почитать за какую-то не очень большую комиссию вы можете выкупать какие-то вещи все это вам придет гораздо быстрее то что сам человек пойдет возьмет заказ и отправит не то чтобы там ваша очередь дойдет до этой скажем так отправки и только тогда вам отправиться то есть все проще намного мне кажется проще работать через байера просто главное кому доверять сейчас очень много кто кого-то может порекомендовать просто стоит на поспрашивать у знакомых мне допустим самое для меня не комфортно это просить каких-то моих знакомых отправить во первых им зачем рубли здесь у них нет особо рублевой карты а во вторых это уже знаете ну нет такого удовольствия от покупки когда ты кого-то напрягаешь я считаю что полезно послушать прайзи сервиса напишите если чем-то из этого пользовались и пожалуйста надеюсь это видео было для вас полезным пишите свои комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал помогает продвижению моего канала подписывайтесь на меня здесь в телеграме или где-то еще а я всех обнимаю